Друзья, я снимаю скрытой с камерой. Вот этот чувак реально долбанный. Вдатый, просто в муку. Причем от него алкоголем не прет. Вот это серая зона, так называемая, где тусуются все, кто не смог уехать дальше. Это Турция. Ну, собственно, мы в Турции. Я вам сейчас покажу, как мы в Турции. Бомж Волков. Вторая ночь в дороге. Предыдущая ночь была в Болгарии, в сегодняшнюю Турции. В сегодняшнюю ночь знаменательная тема, что с нас требуют взятку в размере двух с половиной тысяч евро. Личность, которая ее требовала, я заснял короткое видео. Там видно, что это обдолбанный ящик, потому что я устал. Скажем так. Гриша где-то бегает, пытается дать эту взятку в две с половиной тысячи. Я сказал, что его вжег, я в этом не участвую. И лег спать. Ну, вышел только потому, что, даже жалко, какая-то машина. Это люди, которые там въехали, столько часа завели машину и поехали дальше. Вот это вот все. Вот этот ужас. Это турецкая таможня. Турецкий погранпереход. Я уже забыл, как. Я картинку вставлю, что это за контора. Это ужас. Мы подошли вот к тому окошку D3. Смотрите, вот там сидят личности. Я не буду увеличивать их морды, чтобы получить какую-то ответственность. Дальше эти морды отправили нас к каким-то брокерам, которые, увидев, что здесь есть, а здесь все-таки планер, они сказали, что... О, Егор, это стоит минимум четыре тысячи. Ну, потом плавно торговались на две с половиной. И сейчас мы собрали всю наличность, которая у нас была. Потому что Гриша мне доложил мне 700 евро. И пошел решать вопросы. Честно, Турцию в Евросоюзе жопу. То есть, Болгарию, ну, там хотя бы не предлагали взятку. А здесь настоящий, боевой, обдолбанный турок. То есть, он кривой, он, не знаю, такой наркотой, у него глаза в три тарелочки смотрят. Вот это вот чмо, то есть, как представляющий какую-то контору, то есть, последнее звено в этой цепочке. Ну, пошел сейчас убирать у Гриша деньги, составлять какие-то липовые документы, по которым мы проедем всю Турцию и попадем в Грузию. Отвратительно. Азия, вот в этом виде, то есть, вот, понимаете, что прожив... Я последний раз проезжал границу в семнадцатом году, покинул Российскую Федерацию. И с тех пор, слава тебе вселенная, что я больше не пересекал никаких границ. И вот сейчас я сожрал подряд Сербия, я сначала думал, что плохо, на четыре и девять десяток. Вот, Болгария, боевая тройка. Турция, боевые колы, настоящая коррупция. Это наркоманы, вот эти вот проклятые, которые там бумаги пытаются оставлять, засрано все. Ну и так далее. Я не знаю, мне очень не нравится. Моя мечта, уехать, доехать до Армении, сдать на этот борт, потому что я под это подписался. И забыть на всю жизнь вообще, вот, всем вот этом полушарии, куске постсоветского пространства, которое здесь сформировалось там. Ну, Турция-то не под этим, но она как-то сама сформировалась. Боевое говно, не ездить сюда, здесь плохо. Вы спросите, почему волков босиком в ноги воняют? Друзья, не поверите, вот эти кроссовки, они уже много дней в пути, и в машине даже сидеть неприятно. Как бомжами становятся? Да вот так. Поездите по Болгарии, Турции, и вас ждет куча обонятельных впечатлений, будь оно не ладно. X-Ray. Вот такие автобусы целиковые заезжают в это здание, их просвечивают за помощью кучей радиоактивных. Рентген, короче, большой. Ну что ж, наша история продолжается. Ну, давайте я вам поясню, друзья, после въезда через вот этот вот славный КПП, нам сказали, все было вроде как хорошо сначала. Нам сказали, ребята, двигайтесь-ка вот сюда, в D3. Что такое D3? Видите, а я вам сейчас покажу. вот это вот два окошка D3, ты подходишь в это окошко, я снимаю, видите, изнутри машины, чтобы не попасться. А дальше тебя назначают брокера. Вот брокер, вот это у нас Гриша. Он грустенно уже четвертый час на ногах курит. В общем, он уже, он сказал, я ненавижу, как-то я ненавижу расизм и негров, так вот я ненавижу Турцию и, наверное, и турков. А вот на фоне Гриши, Гриша, отойди, а вот на фоне Гриши обдолбанный брокер. То есть нас реально отправили к вот чумаку, который спиной сейчас к вам сидит. И он настолько под какими-то веществами, что даже сказать сложно вот на его фоне. Дальше его босс. То есть каждому брокеру принадлежит босс или наоборот боссу принадлежит брокер. Вот они уже четвертый час бегают, пытаются оформить планер на временный ввоз или транзит, или еще что-то в этом роде. Если брать саму идею, то мы Турцию действительно пересекаем насквозь. И вот здесь мы въехали, по идее нам должны проштамповать, что мы ввезли вот такой-то груз. Ну не груз, а личную вещь. Сущий планер считается личной вещью по международным законам. Это то же самое, что теннисная ракетка и прочее, прочее, прочее. И вот я сейчас в принципе вот эту границу российско-украинскую, российско-литовскую, литовскую, латвийскую, там еще как, российскую, вспоминаю как, ну, наверное, как добрым словом уже в данном случае. Потому что, конечно, там было все несколько проще. Ну и, к слову, я ни разу не дал взятку на границе. Вот сейчас вот оформление вот это брокерское вот этими двумя упырями обходится в тысячу. Вообще сначала четыре тысячи евро было, потом две с половиной. Ну, в любом случае, у Гриши больше чем тысячи восемьсот нет вместе с моими деньгами. Вот вы можете оценить уровень этой коррупции. То есть коррупция, причем настолько вот такая мерзкая, восточная. Вот я чем дальше на восток еду сейчас от Европы, тем больше понимаю, что хвала вселенной Турция. Что-то еще не в Евросоюзе, и дай бог, чтобы никогда в нем не была. Ну, примерно того же можно пожелать другому окружению всему. Вот это все не доросло. Точнее, оно никогда не дорастет. Это разница менталитетов. Это вот, не знаю, возможность продать женщину за баранов, наверное. Ну и вот все отсюда вытыкающее. Ненавижу. Причем Турцию я люблю. Я много лет в ней летал на парапланах. Ну, тут, наверное, очень хороший анекдот, когда это не надо путать. Туризм с миграцией. Вот такие вот звездные войны. Где-то в континентальной Турции. Друзья, погода бомба. Видите, можно было бы летать на планере. Гряды стоят. Но здесь летать на планере нельзя. Единственный клуб частный. И тот закрыли. Планеризма в Турции нет. Все, что вам надо знать о Турции. Ну и немножечко, друзья, о летных условиях в Турции. О! Полюбуйтесь. Это вечер уже. Солнце на закате. Вот зона кучевой облачности, которая от холмов западной ориентации. Кучевка над всеми горками. Посмотрите, какие хребты вкуснющие. Вот это все склоны рабочие. Здесь везде можно офигительно летать на планерах. Но правительству, кто там у них президент, там это нахер не надо. Турция. Гольф зоны нет в Турции. Представляете, это вот, ну, когда Советский Союз был, не было зоны гольфа. То есть не было пространства, в котором ты можешь без заявки взять и полететь. Ну, сейчас, конечно, с абсурдом, но так было. А здесь так всегда. И неизвестно, будет когда идти по-другому или нет. Ну что ж, мы же пожелаем этой стране как можно быстрее выздороветь. Вот. И еще другой тоже одной. И вернулся в нормальный мир. Ну, к слову, то, что я вот это говорю, все это к людям не относятся. Люди здесь встречаются очень хорошие. Например, тот, кто нас сопровождает, наша охрана. Вот. Он подсказал, что этот город Османчик. Собственно, отсюда и пошла Османская империя. Вот. Так что, и это штат так называется. И он родом с этого штата. Человек очень хороший. Мы уже подружились за весь день. Так что, друзей найти можно везде. Ну, блин. Как же иногда некоторым друзьям не везет с правителями их стран. Ну, и, собственно, с менталитетом, который формирует такие правительства. Я же вам, друзья, говорил, что погода летная. Посмотрите. Вот человек, который прилетел только что. Вот только мы собирались на нашем танке трогаться. Я вам рассказывал, что вот под этими облаками должны быть потоки. И так и есть. Шанс встретиться обратно по небу. Планеризма нет. Ну, по крайней мере, это в массовом, так сказать, виде. А парапланеризм есть. Парапланеристы везде найдут выход. Эгегей. Доброе утро. Клуба уважаемых любителей летных видов спорта. Ну, что ж. Как тут. Вот вы и в Грузии. Только пока я. Прицеп с планером проходит. Мы здесь были уже в 3 часа ночи. В 2 часа ночи мы были на турецкой таможне. Ну, как достаточно быстро. Тушичкульпуль. Тоже с легкими геморройчиками. Но прошли все. Там где-то надо что-то заплатить. Была карточка. Карточка не проходила. Где-то что-то. Ну, в общем. Справились. Ух. Apple Pay не работает. И... Все. И дальше мы в 2 часа, в 3 часа ночи попали на таможню. И вот видите, какой лохматый замученный вид. С первым сделком столкнулся веселый конфликт. Как это все прошло? Ну, сложно. Достаточно. То есть, вообще, планер, в принципе, в странах поста ЮССА воспринимают с возбуждением, скажем так. Примерно так же и получилось. И мы первым делом наткнулись на конфликт с человеком, который нас встречал. На меня сразу же бросился такой импозантный, красивый, веселый таможенник. И говорит, что ты тут делаешь? Зачем вообще-то сюда приехал? То есть, ну, понятно. Человек ночью свалился настоящий боевой геморрой. В виде какого-то планера. Он говорит, как это планер? Вообще, планер зачем возить? Зачем эта штука тут нужна? Надо морем было. И никому проблем не было. Ну, я-то все понимаю. Ну, я уже здесь. Море там. Проблемы здесь. Так что давайте. Как вообще додумались через сухопутную границу это дело пересекать? Говорю, как додумались? Ну, поехали и додумались. Да это вообще надо было морем. Да еще чего-то. Я так понимаю, что это не определенный стиль общения. Махать лапами и много разговаривать. И эмоционально это делать. Но на этой эмоции я тоже завелся. Говорю, я путешествую по миру. Планирист. Гуляю. Куда хочу, туда лечу. Где хочу, там и летаю. Я должен каким-то морем зачем-то и так далее. Ну, и дальше мы достаточно эмоционально спорили на тему, можно ли ездить вообще с планерами. Такие вещи вообще переводятся в Евросоюзе просто на раз-два. И не нужно там ничего делать особо. Вот это вообще не что-то страшное. Просто обычная вещь. Такая же, как клюшка для гольфа, там не знаю, винсерфинг, параплан. Ну, на что мне было сказано, что… Ну, короче, мы вот так вот, как два быка такие… Друг на дружку. Ну, и дальше я ляпнул, что… Слушайте, вы везете себя, как российский таможенник. Ой, это было лишнее, друзья. Вот это говорить было не стоило, потому что это было как красная тряпка, как бык, как для быка. И все, дальше пошло. Дальше через пять минут нас с Гришей знала вся таможня. Надо отдать должное, что конфликт угас. Я просто не знал, что вот это вот… Эмоции – это нормально. Мне казалось, что это уже все плохо. И дальше мы все мирно начали… Как говорили тут турецкая сторона, big problem. Эту big problem решать и что-то, так сказать, делать. Что-то делать, как обычно, как, собственно, это было и в Болгарии. Это ждать большого начальника, который должен был приехать с утра. Ну, вот нам объяснили там… Ну, короче, мы легли спать. Тут вариантов особых не было. Вот, я выспался. Ну, и уже третий день я, по сути, провожу в машине, в таможне. Уже третий, опять же. Ну, честно, мечтаю о душе, горячей воде и так далее и тому подобное. Но, увы, есть как есть. Вот таковы нюансы путешествия планера в восточной Европе. Общее впечатление – люди хорошие. Система, ну, еще дает сбои всевозможные, такие, как вот, ну, самого главного начальника. В итоге к сейчас 10 часов где-то утра, то есть достаточно много времени мы потратили. Гриша тратил, я спал. Я вчера весь день вел прицеп по Турции. Прошли. Ну, я прошел. Я надеюсь, сейчас праздник планер пройдет, я это дело засниму, торжественный въезд в Грузию. Я думаю, что Гриша продолжает свое веселье, потому что… Ну, потому что еще его не отпустили. Ну, я думаю, что отпустят. Так. Так что квест с прохождением границы… Ехал бы я таким путем – нет. Прицеп у нас опломбировали, летать я в Грузию не смогу. То есть вот, если бы я захотел сейчас пойти полетать… Нет. В принципе, можно было оформить временный ввоз, скорее всего. И нам сказали, что такое тоже можно, но это дольше. Не знаю. Транзит – бесплатно. А временный ввоз вроде как может за деньги какие-то. Не знаю. Но уже сил никаких нет, летать в принципе не хочется. Поэтому в следующий раз мы полетаем в Грузию. Что-нибудь сейчас не будем. Вот такое путешествие, друзья. Не стоит этого делать. Не стоит через Грузию ехать. Не стоит ехать через Турцию. А вот этот торжественный момент. Ура! Ура, товарищи! Свершился. Вот прям я камеру поднял и вижу, как оно едет. Добро пожаловать! Гоморджоба! Гоморджоба. Давай, паркуйся куда-нибудь. Вот, друзья, наш танк. Дорога, как жизнь наша, как вот этот асфальт. Стык цивилизации. Одна, вторая, ямы. В общем, пока еще не идут регулярные сбои. Готов ли я второй раз повторить такой подвиг? Нет. Сразу говорю. Если вам вдруг захочется планер какой-нибудь постсоветского пространства повезти в страну. Нет. В жопу такие оладушки. В данном случае это вот то, что я сейчас делаю в этом ролике. Это, наверное, дань уважения моему другу Грише. Такое я повторить больше не хочу. Я не хочу тратить столько дней своих жизней на, ну, относительно невнятый результат с точки зрения эмоций. Ну, хотя начиналось все хорошо в Сербии, мне очень понравилось. Но дальше, чем восточнее, тем… Я тоже страшно, страшно подумать, что будет дальше. Ну, Гриша обещает, что все будет хорошо. Добро пожаловать в Грузию. Когда буду уезжать, свои впечатления дополню.